Всем привет! Для моих подписчиков, конечно, давно уже не секрет, что я очень сильно люблю и доверяю отечественную технику, особенно ту, которая была сделана в годы Советского Союза. Вот у меня C4352 тестер, как мы его раньше называли, или C-шечка, как их еще называют, со знаком качества, многодиапазонный, многофункциональный. А вот этот прибор, который недавно попал мне в руки, это вольтметр, трехдиапазонный. Он может измерять постоянное напряжение 3, 16 и 150 вольт. Выполнен, конечно, массивно, очень хорошо такие применялись в учебных процессах. И, конечно, когда он ко мне попал, я захотел его отмыть и попробовать что-нибудь им измерить. Ну, а что можно измерять вольтметром? Конечно же, вольт. Ну, просто так вольты измерять не так, как бы хотелось, хотя батареечки с помощью него проверять достаточно удобно. Вот здесь у него плюсовая клемма, а здесь минус, подсоединенный через мост сопротивлений или магазин сопротивлений, как можно выразиться, смотря какая конструкция там применяется. Почему сказал мост? А потому что решил я с помощью этого вольтметра измерить обыкновенный делитель напряжения. И вот, что из этого вышло. Этот ролик посвящен тому, что несмотря на всю любовь к хорошей такой вот стрелочной технике, на практике приходится пользоваться и вот такими обруганными и ахайными вольтметрами и тестерами, самыми дешевенькими. Но они в некоторых ситуациях очень сильно выручают. И хотя мерить вольты ими можно, но точнее мерить вольты такими приборами, вот в данной ситуации мы сейчас наглядно продемонстрируем преимущество вот этой вот плохой некачественной техники. Итак, у меня на столе собран делитель напряжения. Как его делают? Обычно, чтобы поделить напряжение, используются два резистора. Так и мы будем делать традиционно. Сейчас у меня к блоку питания на 12 вольт подключены последовательно два резистора. И между ними напряжение должно поделиться ровно пополам. Давайте включим блок питания и посмотрим, что произошло. Сейчас мы измерения будем проводить стрелочным прибором. К минусу питания я прикладываю один щуп, к плюсу другой. Полностью на оба резистора подается у нас напряжение 12 вольт, хотя здесь у нас на шкале 10. Это из-за того, что мой прибор стоит вертикально. Что же посередине? Меньше пяти. Как-то не очень удачно. Да? То есть было 10, а стало меньше пяти. Если я буду проверять вот этим прибором, то же значения будут также не сильно отличаться, но примерно показывать. Давайте посмотрим, что покажет цифровой прибор. Точно так же мы измеряем напряжение, подаваемое на делитель 13 вольт. Вольт и поделенное напряжение. 6,61 в одном плече и почти 6,5 во втором плече. В сумме как раз и есть те же самые 13 вольт. Итак, со своей задачей и стрелочные приборы, и цифровой справились на ура. Но здесь у меня были сопротивления менее 1 кОм. А что же будет, если мы поставим сопротивление, ну, так же часто встречающееся в радиосхемах, но более высокоомное? Вот здесь у меня по 120 кОм парочка сопротивлений. Тот же самый делитель. Мне надо сделать, скажем, смещение на транзистор, откалибровать ток покоя усилителя, или же устроить блок питания для микросхемы двухполярный. Итак, два сопротивления по 120 кОм. Включаем в сеть блок питания и подаем на них 12 вольт. Давайте воспользуемся стрелочным прибором и попытаемся измерить напряжение, подаваемое полностью на делитель. Ну, та же самая десяточка, которую стрелочка показывала. А половина? Что это? Стрелочка едва дергается, а здесь? Так, что-то не то. Проверим напряжение на месте. Ну, а теперь в роль вступает цифровой прибор, и мы с помощью него проверяем, правильно ли мы сделали мост, а точнее делитель. 13 с небольшим вольт, это полное напряжение, подаваемое на делитель, и 6 вольт, половина напряжения. С этой стороны аналогично 6,28 вольта. Мы не смогли померить напряжение на нашем делителе с помощью стрелочного прибора. Этот прибор более чувствительный, чем вот этот. Я даже пытаться им не буду, он тоже ничего не покажет, кроме общего напряжения, подаваемого на делитель. А вот то, что у нас получилось, и как мы поделили напряжение, мы смогли увидеть только на цифровом приборе. Но на чем еще я хотел бы заострить ваше внимание, не буду отнимать много времени, посмотрите внимательно. 13,3 вольта подается на наш делитель, и это напряжение должно быть поделено пополам. Но в силу того, что резисторы выполнены не очень точно, это не произойдет. Но, итак, 13,3 примерно. Здесь 6,2, ну пусть даже 6,25 вольта. В этом плече 6,27 вольт. Если сложить ту и другую цифру, вот эту, 6,2 и здесь, 6,2. Пусть это будет округленно 6,3. 6,3 и еще 6,3 вольта. В сумме это будет 12,6 вольта. А у нас 13,27 вольта. Куда-то исчезло почти вольт. Как вы думаете, куда? Я хотел показать этот фокус, но на самом деле на другом канале он очень хорошо показан. Он интересен, очень познавателен. Все дело в том, что когда мы измеряем сопротивление, мы вносим в наш делитель искажение. За счет чего? Как стрелочные приборы. Хоть такие, хоть такие. Так и цифровой прибор обладает внутренним сопротивлением. И чем более оно высокое, тем более чувствительный и точный прибор получается. Так вот, у цифрового прибора очень высокое внутреннее сопротивление. Но при этом даже оно на вот таком вот делителе в 13 вольт вносит искажение почти вольт. Примерно 10%. Поэтому падение напряжения легко будет посчитать, какое внутреннее сопротивление у этого прибора. И это очень важно. Если вы занимаетесь электроникой серьезно, то проводя свои измерения, вы будете получать значения не те, что показывает прибор, а те, которые придется потом еще и рассчитывать. Для наглядности я просто покажу вам, какое сопротивление имеет внутреннее вот этот вот старинный прибор. Я с помощью амметра просто прикасаюсь к контактам и вижу, что сопротивление катушек и схемы вообще всего этого прибора 7,5 кОм. Если мы будем мерить делитель напряжения с помощью такого прибора, у которого на плечи будут поставлены резисторы примерно по 10 кОм, то вносимое искажение будет равно почти половине вот такого сопротивления. Все можно рассчитать по законам Ома. Имейте это в виду, ребята. И когда что-то меряете, обязательно учитывайте то, что находится внутри приборов. Все кажется простым, но может оказаться гораздо более сложным. А на этом все. Пока. До следующих встреч.